Вопрос 4. Кто такие Аглю Сунна Вальдяма, приверженцы Сунны и единой общины? Ответ. Аглю Сунна Вальдяма, приверженцы Сунны и единой общины, это люди, которые неукоснительно следуют Сунне и объединяются вокруг нее, не обращаясь к чему-либо другому, помимо нее, ни в знании вопросов вероучения, ни в практических вопросах шариата. По этой причине их и называют Аглю Сунна, приверженцы Сунны, так как они привержены Сунне, а Аглюль Джамаа, приверженцы единой общины, их называют потому, что они объединяются вокруг нее. Если вы задумаетесь над положением приверженцев нововведений, то обнаружите, как они разрознены в своих методологиях, вопросах вероучения или практических установлений шариата, что указывает на то, что они далеки от Сунны настолько, насколько привержены своим нововведениям. Вопрос пятый. Пророк, саллиллаху алейху саллим, сообщил о разделении, которое произойдет в его уме после его смерти. Не могли бы вы разъяснить нам этот вопрос? Ответ. Пророк, саллиллаху алейху саллим, сообщил в достоверном хадисе, что иудеи разделились на 71 группу, христиане на 72, а наша община разделится на 73 группы. Все эти группы окажутся в адском огне, кроме одной, той группы, которая следует тому же, чему следовал пророк, саллиллаху алейху саллим и его сподвижники. Это и есть спасшаяся группа, которая в этом мире спаслась от нововведений, а в последней жизни спасется от адского огня. Это и будет победоносная, непобедимая группа, которая будет следовать велениям Аллаха вплоть до наступления судного часа. Некоторые люди предпринимали попытки перечислить эти 73 группы, одна из которых наистине остальные на заблуждении, разделив приверженцевое нововведение на пять основных групп, у каждой из которых имелись свои ответвления, чтобы достичь того количества, о котором нам сообщил пророк, саллиллаху алейху саллим. Другие решили, что лучше будет воздержаться от этого перечисления, так как те группы были не единственными, кто оказался в заблуждении. И сейчас люди впадают еще в большие заблуждения, чем прежде. Причем это произошло уже после того, как были определены эти 72 группы. Они сказали, что это количество не перестанет увеличиваться, поэтому об этом невозможно точно знать, пока не станет конец времен. Незадолго до судного часа. Поэтому лучше всего говорить об этом в общем, так, как это делал пророк, саллиллаху алейху саллим. Что эта умма разделится на 73 группы, и все они окажутся в аду, кроме одной. Затем нам следует сказать, что каждый, кто противоречит тому, чему следовал пророк, саллиллаху алейху саллим, и его сподвижники, входит в число этих заблудших групп. Может быть так, что пророк, саллиллаху алейху саллим, указал лишь на основы этих групп, и сегодня нам известно не более 10 из них. Некоторые из этих основ включают в себя ответвление, как считали некоторые ученые. И истинным знанием об этом обладает только великий и всемогущий Аллах.